привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня мы продолжаем знакомить вас с различными маринами и вот мы пришли в марину валенсию но не в марину real juan carlos а та которая более дешевая для удобства она расположена ближе к аэропорту и вот они и мы сегодня вам будем рассказывать называется валенсия яхт порт давайте вот я вам сейчас проведу небольшой обзор и расскажу где что и как это все расположено видите какой вход широкий но здесь направление ветра дует все время вот так поэтому этот вход обычно всегда открыт но так как там берег и не думаю что оттуда разгоняет сюда большую волну стоим в марине и лон сайт такие пирсы идут и плавучие пирсы наверное здесь есть приливы вы отливы там сантиметров 10 и они там поднимаются вверх-вниз электричество вот так вот странно реализована на столбах и все провода вот эти зеленые идут прямо по берегу но зато стоять удобно и сходить на берег тоже очень удобно и так вот увидите стоят большие моторные лодки ну и на каждом пирсе стоит по 3-4 лодки в длину а теперь давайте пройдемся по всей марине сделаем небольшой обзорчик карте вы сейчас видите что тут находится валенсийский порт сверху на севере от валенсийского порта находится марина которая называется рианху реал хуан карлос извините не могут они как нормально выговорить скороговорку и эта марина там где мы стояли это та марина которая вам рассказывала а сейчас вот юг вот марина и понтон на которой мы стоим называется он арпантон и так выходим на пирс вот в этих вот металлических штуках это электрические щитки и в них находится подключение воды и у такими длинными вот увидите желтый шланг лежит они такими шлангами по всему пирсу тащат воду то есть конечно не очень удобно этот пирс я напоминаю называется он арпирс поэтому здесь стоят такие большие лодки я так понимаю что это пирс вот этот основной который разделяет марину потому что там где мы стоим это напротив входа потом вот идет такой волнорез не за что-то волнорез пирс просто лодки стоят и вот finger понтон из боков кстати очень удобно я люблю так швартоваться без этих дурных мурингов которые тянутся и их там объезжаешь просто заехал себе зашвартовался сбоку лодку на утки прицепил и все ну и собственно вот увидите лодки как стоят на вот этих finger понтонах и лодки здесь большие но скорее всего на этих лодках на большинство лодках никто не живет их просто long term stay здесь находится смотри как видите у корабля паруса полностью разорваны он видно же давно стоит и вообще себя плохо чувствует тут ой-ой-ой да ну в таком печальном состоянии с порванными парусами вообще-то все печально когда на кораблях рваные паруса выглядит внешность плохо я так понимаю слева это вся инфраструктура здесь есть laundry это стиральные машинки туалеты я думаю что это все открыто здесь вряд ли они их закрывают на ключ потому что здесь нету доступа снаружи у паблика куда их мне открыть и итак я думаю что ничего интересного в этой марине мы для себя не откроем кроме двух моментов во первых это марина дешевая стоимость для нашей лодки 13 евро и второе отсюда до аэропорта 20 евро стоит такси потому что мы находимся достаточно близко к аэропорту вот вы видите машины я думаю что для длительного хранения здесь просто оставляют машины и на лодках куда-то уезжают это челаут зона да на самом деле неплохо войнод вы смотри книжки кстати нужно будет оставить наши книжки здесь стол для настольного тенниса цветочки цветочки ну что диночка погнали дальше смотреть нас ждет длинный путь длинный в обход всей марины вот аж туда ну давай посмотрим интересно что там в конце сейчас мы зашли в самый дальний угол в марине и вот тут находится бар я так понимаю что этот бар работает наверное только в летнее время это самая дальняя . хотя и на посмотри какой прикольный этот летняя терраса самер террас какая милота плая артифи сиаль экологика искусственный пляж экологический песочек и шерлонги класс смотри этот бар наверное работает о пошли в бар пошли кушать мая сейчас нельзя что-то и перекусим ну что будем кушать вот нам принесли уже еду еда здесь стоит 15 евро за два блюда за первое и второе вот так выглядит вот это пока час сыром такая прикольная я не знаю что это я такого еще не ел вот сейчас будем разбираться и 2 нам тоже принесут и вот эта рыба мерлуза но мужчина так вот ну три часа пора начинать праздник жизни короче вот завод вот за это все 15 евро честно как по мне как-то дофига но при всем богатстве выбора больше здесь ресторанов нет поэтому будем есть то что есть приятного аппетита или как говорят в испании bon про вечер короче у нас получилось на самом деле 24 евро я видно что-то не то посмотрел двин короче 20 с чем-то получилось еда и пиво 2 и вино 2 вот собственно тут такие цены алкашка относительно недорогая вот но так чтобы здесь все время кушать я думаю что получить получится достаточно много поэтому будем на домашнем тут альшан ашан аль кампо называется местная реальность пошли до конца марины и сейчас обойдем ее по кругу и дойдем до той точки точки входа в марину там где латеральный зеленый и красный на входе ну и тут лодочки на самом деле все лодочки достаточно ухоженные такие чтоб совсем заброшенных тут наверное не стоит обычно во всех маринах стоят есть там несколько лодок такие джипси стайл но тут я пока еще таких не видел большой рип раньше был протектором теперь непонятно let's go фигирал лет фигирал ой смотри какая прямо это решил творческий подойти до и синюю и черную и белую решил совместить вау какого расцветки лодка прямо какой-то военный корабль авентура океаника да авентура океаника обозначает океанское приключение в самом дальнем углу марины тут кладбище каких-то спортивных лодок я не знаю что с ними случилось и почему они тут валяются но идемте посмотрим интересно отлично как раз мы сюда и идем понятно она валялась смотри она судя по вот этому вот то что на корпусе она находилась под водой а между прочим карбоновая лодка ого карбоне смотри она она очень крепкая вот это вот часть которая вот здесь вот это то что было под водой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой идем дальше посмотрим интересно что это я не знаю что такое на гиг похоже но тоже между прочим карбоновый и большие лодки разломаны что-то с ними случилось плохое судя по всему или спилена или сломана непонятно да ну что идемте теперь на нормальный пирс хватит уже по кладбищам ходить вдалеке вы видите это коммерческий порт там контейнеровозы разгружаются и вот тут марина как раз вот прямо хотя там где мы стоим под забором там шума не слышно отсюда его достаточно сильно слышно марина достаточно большая поэтому и так по кругу наверное с полчаса обходить я дорожка между пальмами красота у мест тут много смотри марина практически пустая ну да здесь недосмотренный кусок но все равно здесь лодок немного совсем и сюда ставят судя по всему здесь судя по всему когда какие-то погодные условия были не очень потому что он можно посмотреть как заломанные вот эти столбики что-то их видно тут наломала ну да вот видите бетон вот он плавает но это логично в принципе лодки же делают и сфера цемента вот сделали бетон который плавает отлично ну нормальные понтон и бетонные класс ведут сильно но дует с берега если мы стояли в марине реал хуан-карлос о выговорил с первого раза и там ветер дул всегда в марину то здесь дует он из марины поэтому тут получается достаточно нормально стоять потому что ветер как раз с пирса ветер от вольной то есть волну не нагоняет но я надеюсь так она все здесь и будет дальше продолжаться пока пока мы здесь да а потом что угодно да мы сейчас подошли на понтон на котором стоят все большие лодки вот это вот смотрите какая красивая у нее он платформа которая опускается под воду по большая и я хотел тут посмотреть на вот этот старый-старый корабль который я вам показывал еще раньше с рваными парусами да а вот тут вот пока вот еще один деревянный какие некрасивые смотри какой у него бушприт спереди с такой нержавеющей штукой салавеси со стар мамочки смотри его там вот спереди он такой подъем идет наверх смотри как горка с парусами у него конечно беда такие маленькие паруса у него по площади смотри относительно размера лодки относительно веса лодки да круто очень круто 2 мили идет ну а вот вход я вам уже показывал с с этой стороны и вот там вот наша лодка стоит деревянный-деревянный да такое это рудер у него что это такой запасной рудер наверно вау что-то такое совсем огромное да очень крутой корабль ну что и . пойдем посмотреть или нет а вот они мы стоим вот такая марина и еще сейчас я вам покажу где находится офис и как этот офис выглядит вот если мы выходим из марины мы попадаем на круг и больше здесь нет ничего по прямой порт ну а это парковка собственно яхт клуба больше тут ничего нет вот за забором находится косгард и вот марина офис итак резюмируем марина называется валенсия яхт порт и с точки зрения инфраструктуры и с точки зрения нахождения в этой марине особого смысла я не вижу то есть выйти куда-то погулять не получится потому что со всех сторон марина окружена портом и для чего ее можно хорошо использовать техсменом тогда только для того чтобы держать свою лодку если вы куда-то улетаете жить и находиться здесь можно только при наличии своего собственного транспорта если транспорта у вас нету естественно его нету потому что вы приходите на лодке то жить здесь достаточно проблематично ну или пользоваться такси что в принципе соизмеримо с костом стоянки в марина реал флан карлос опять это выговорил друзья мои спасибо вам за то что были с нами на нашем канале и не забывайте пожалуйста подписываться а мы будем со своей стороны вам рассказывать дальше обо всем яхте нам обо всем интересном что происходит с нами и вообще будем давать вам больше информации о инфраструктурах в разных маринах и о том что может быть полезно именно для яхтсменов до встречи пока а и и и и